Броу-паста Ник Малин. Первая и единственная в своем роде оригинальная броу-паста. Броу-паста это моя авторская запатентованная технология, которая позволяет создавать идеальную форму и демонстрировать клиенту форму до того, как вы создаете окрашивание. Сама броу-паста выполняет одновременно несколько функций. Она подготавливает кожу к красящим составам, ухаживает за кожей вокруг бровей, благодаря абсолютно натуральному составу. Броу-паста это состав на основе натуральных масел. Здесь только натуральные масла и пищевой краситель. Натуральные масла, в основу которых входит масло ши, масло какао и масло кокоса. Основные компоненты, которые питают и увлажняют кожу, тем самым не позволяя красителю или хне выходить за контуры и создавать абсолютно четкие линии. А также при использовании броу-пасты мы помогаем избежать излишних аллергических реакций на хно или краситель, потому что невозможно передержать продукт. Мы сначала формируем форму бровей при помощи броу-пасты и потом достаточно быстро можем заполнить готовую форму хной или краской, таким образом не передерживая продукт. И клиент может заранее убедиться в том, что форма будет для него максимально комфортная. Броу-паста это не просто технология, это целая философия бровей нового подхода к работе с клиентом. Броу-паста Нигмале представлена в двух объемах. Это грант-объем, его достаточно до 700 применений, и миди-объем, его достаточно до 400 применений. Продукт очень экономичный, легко тянется, и это незаменимый инструмент в работе каждого броу-мастера. Броу-пасту используем всегда только при помощи шпателя. Небольшое количество броу-пасты набираем на шпатель. Для одного применения вам достаточно количества как зернышко, пол горошины. Броу-паста безумно экономична, легко тянется. Я наношу небольшое количество на перчатку, и уже с перчатки буду непосредственно использовать броу-пасту. В броу-пасту никогда кистью мы не заходим. Всегда используем шпатель и наносим броу-пасту на палитру или любую другую поверхность. Отсюда мы набираем кисти. Кисти, которые используются для броу-пасты. Это классическая кисть номер 17 из серии Никмале, среднего объема, из синтетического волокна, которая очень долго служит, имеет острый плоский срез, который создает идеальные линии. А также кисть более крупного размера. Это кисть номер 20. Она идет более упругая, также из синтетического волокна. Но обратите внимание, она сама по себе чуть более широкая. В зависимости от того, каким инструментом вам удобнее работать, такой можете и выбирать. Кисточки универсальные. Подходят для нанесения броу-пасты, а также для использования консилера или любых манипуляций в области вокруг бровей. Когда вы приобретаете новую кисть Никмале, они заклеены при помощи специального состава, желатиновый состав, который сохраняет их идеальную острую форму во время транспортировки. Поэтому кисть изначально будет жесткая. Обратите внимание, она не сгибается. Как только вы смочите кисть водой или можете разломать ее вручную, она становится мягкой. Это нужно сделать перед первым использованием. Обязательно. Все плоские кисточки обрабатываются таким специальным составом. Небольшое количество броу-пасты я набираю на кисть номер 17, буквально на кончик, и приступаю к тому, чтобы прорисовывать форму бровей. Когда начинаю работать броу-пастой, особенно если вы делаете это впервые, отступите небольшое количество миллиметров от естественного роста волосков. Таким образом, вам будет гораздо проще прорисовывать линии. Броу-пастой я работаю исключительно по естественному росту своих волосков. Нам нужно подчеркнуть свою естественную красоту бровей. При работе с броу-пастой важно правильно держать кисть. Работая сверху, мы держим кисть сверху вниз. Работая снизу, мы держим кисть снизу вверх. Прорисовывая из стороны в сторону. Обратите внимание, работая снизу, кисть держу снизу. Работая сверху, я держу кисть сверху вниз. Обозначаю все точки. Точки окончания бровей. Так, чтобы они были симметричными. Поэтому работаем строго перед зеркалом. Точки подъема бровей. Нам нужно, чтобы бровь была абсолютно симметрична. И броу-паста помогает выполнить нам все эти функции. Если вы уже работающий мастер, то можете начинать броу-пастой, работать сразу ближе к естественному росту волосков. Если же вы только начинаете, начинаете подальше. Отступают естественного роста волосков. Таким образом вам будет проще увидеть асимметрию и выровнять линию бровей. Работая снизу, можно натянуть немножко бровь, для того, чтобы вы могли более четко прорисовать линию. Все ненужные волоски я покрываю при помощи броу-пасты. Все, что не будет входить в зону окрашивания, покрываю при помощи броу-пасты. Мы оставляем только ту форму, которую планируем прокрашивать. Постоянно проверяем форму в зеркало. И постепенно приближаемся к естественному росту волосков. Мы работаем параллельно всегда с обеими бровями, для того, чтобы получить максимально естественные линии. Не увлекайтесь построением только одной брови, потому что это чревато тем, что вы можете получить две абсолютно разные формы. Построение формы занимает примерно 5-10 минут, в зависимости от сложности бровей и вашего опыта. Но зато во время окрашивания у вас будет сэкономлено время. Потому что форма готовая, клиент ее утвердил. И у нас не возникает никаких вопросов с клиентом о том, а я хотел другую форму. Клиент изначально видеть свою будущую форму и готов к ней. Подхожу максимально близко к форме. Уже в завершение формирования бровей я проверяю, чтобы бровь строилась на одной горизонтальной линии. То есть и основание, и кончик должны лежать на одной горизонтали. Поэтому в данном случае важно проверить, чтобы все линии бровопасты внутри были максимально четкими. Четкость линии вы можете выработать благодаря нажатию на кисть. Чем сильнее нажимаете на кисть во время рисования формы, тем точнее и ровнее у вас будет линия. После того, как мы проверили, что брови по горизонтали максимально симметричны, подножения друг к другу, мы прорисовываем основание брови. Прорисовали форму, убедились о том, что она максимально симметричная. И остались последние штрихи. Когда работаем с началом, я всегда определяю его по естественному росту волосков. Прорисовываю мягкие линии. Важно в будущем создавать начало максимально мягкое и растушеванное. Если ваш клиент хочет создать себе более мягкий взгляд, то я создаю скругленные линии. А если же хочется создать дерзкий взгляд, то основание может иметь острые, четкие границы. Я предпочитаю все-таки более женственные и мягкие брови. Даже если они обладают ярким характером, я стараюсь смягчить все лишние острые углы. Проверяю симметрию линий, чтобы брови начинались на одной линии. Как верхние линии, так и нижние.